здравствуйте анатолий эдуардович недавно в интернете появилось очередное видео уважаемого человека профессора миита доктора технических наук владимира зелёва с критикой струнного транспорта видео это крайне тяжело смотреть я рассказываю своих собственных впечатлениях очень медленно повествование идет вязка иногда шум звучит громче голоса не всегда внятно тяжело разобраться также много каких-то звучащих цифр не всегда они понятно следует одна за другой с первого раза вообще без шансов что-то понять наверное ни одного меня таких впечатлений поэтому я хотел бы чтобы вы прокомментировали это видео и в частности хотя хотелось бы начать заявление профессора о том что тот факт что нам где не дали землю в беларусь это лишь повод куда-то уехать и начать все сначала потому что мы не в состоянии ничего завершить добрый день михаил я отвечу на ваш вопрос но ответ будет длинный нельзя коротко ответить может даже час займет поэтому приготовьтесь много слушать я начну с того что вот понимаете есть терроризм где убивают людей взрывают самолеты аэропорта а есть индивидуальный терроризм когда вы пытается убить инноваторов изобретателей творчество и то и другое оно опасно так и согласен я с путиным который говорит что надо мочить террористов и в сортире но поскольку индивидуальный террор идет с уважаемого вуза действительно уважаемый мид но это делает конкретный человек залев профессор доктор технических наук то надо его мочить в стенах родного медита так скажем и я даже вел особо он безусловно интеллектуал профессор доктор технических наук но есть еще особо каста интеллектуалов я давно это понял на интеллектуальный дебилизм поэтому зелёв ярко выраженная вот фигура вот это как говорит а с дебилами очень тяжело разговаривать потому что они не слышат они способны услышать не аргументы не собеседника да не сути вопросов которые пытаются там критиковать причем они это делают в агрессивной форме да поэтому я постараюсь вот обосновать вот это все а не просто сказать голословно дело то что зелёв у нас давняя история еще в 2005 году у меня был стратегический партнер это известный олигарх лебедев Александр Евгеньевич миллиардер долларовый он заселился проектом и мы даже подписали с ним договор о стратегическом партнерстве он стал моим партнером и он захотел тогда же уложить первые свои пять миллионов долларов в Хабаровский проект в это время я продвигал первый проект в Хабаровске в центре города там двухкилометровая трасса и там бы хватило на проект порядка десяти миллионов долларов поэтому была начата работа по привлечении гранта он пять миллионов долларов и еще пять миллионов долларов готов был уложить лебедев и работа вот по гранту она была сделана 95 процентов мы даже прошли госдуму в российской федерации прошли министерство ресурсов получили положительное заключение прошли там все согласование организации бюджетных наций юни да про он там вот структуры оон и вдруг звонит лебедев и говорит мы расторгаем договор о стратегическом партнерстве к вам подъедет курьер подпишите расторжение я удивился говорю а в чем дело пришло отрицательное заключение из медиа я ровно я не видел вы хотя бы ознакомьте меня с ним и вот принесли это заключение вот этой стопке она тут где-то первое когда я прочитал у меня там аж плохо стало честно говорили 20 страниц текста безграмотного абсолютно безграмотно я даже больше 100 орфографических ошибок начну я даже выдержки потом из переписки прочитаю в СМИ там и поскольку был расторгнут договор с традиционным партнерствием то естественно лебедев не стал вкладывать деньги и естественно салон тоже не сложилось и проект был закрыт это отбросил нас на многие годы а что произошло это уже потом сам лебедев рассказал потому что он потом пытался со мной еще второй раз начать стратегическое партнерство но я отказался и говорю ну а зачем если вот так получилось вы не разобравшись отказали он готов был еще раз подписать я отказался когда лебедев поручил сопровождение проекта своим помощником там замом там ну и так далее они собрались между собой и говорят слушайте а мы что не знаем куда 5 миллионов долларов пристроить это струны дурацкие на хрена нам туда это что-то деньги вкладывать а что делать хотя деньги не их это деньги лебедев и один из них говорит слушайте да пойдем вот закажем видите дадим деньги они напишут отрицатное заключение о классная идея один из них пошел 20 тысяч долларов дает наличные и группа товарищей и зелёв там в их числе был за две недели настрочили вот так называемые научно-исследовательскую работу и могу даже зачитать потом вот выдержки самого письма потом я обратился к ректору МИИТа так Лёвину копию направил письма министру транспорта Российской Федерации Левитину и депутату Государства Думы Думы Лебедева он тогда был депутатом это выдержка из письма МИИТа выполнил заказную отрицательную экспертизу струна транспорта не зная даже основы теории остаю струна транспорта Министка не имея расчетных моделей и схем не знакомившись с результатами вот на конструкции с работ и проект на конструкции документации а только имея в себя случайно попавшие к экспертам фотографий и разродненные рекламные материалы при писании СТЮ эксперты были использованы многочисленные необоснованные некорректные оскорбительные для разработчика аналогии и СТЮ это лежачий полицейский трамплин пассажиры при этом будут стукаться головой в потолок причем в стадии парения воздуха воздухи будут сменяться двукратными перегрузками это разрушит много живое и неживое что будет находиться поблизости от СТЮ и тому подобное при этом примерно все страницы к текстовой части отчета специалисты в кавычках сделали более ста агрократических и грамматических ошибок так в результате анализов помятого ответа ответ предлагается и предыдущего отчета у разработчика сложилось впечатление что экспертизу в кавычках СТЮ выполнен не солидный столичный технический вуз а интернат для умственно основных детей что интересно потом когда я через год заходил в интернет и набирал интернат для усталых детей выскакивал МИИТ первое что выскакивал так ну еще вот одна из выдержка специалисты МИИТа попытались выполнить функцию научного киллера для инновационной более прогрессивной транспортной технологии конкурирующей железной дорогой а не железнодорожники поэтому и стою для них конкурент и как всегда бывают при выполнении подобных заказов я об этом писал были выдачны за это немало деньги около тысячи долларов за каждую страницу безграмотного текста там 20 страниц причем это было сделано в тот самый момент времени когда та же Москва в которой мы с вами живем находится на грани транспортного коллапса а мировая транспортного общества просто нуждается в принципиально новых транспортных технологиях и на их экспертизу я сделал еще одну экспертизу вот она она в два раза больше чем у них и показал их безграмотность я думаю что скорее всего там делал даже мод даже не зелёв хотя судя по его интеллекту может это и он может быть студент они потом просто подмахнули просто ему сказали ты напиши там побольше всякой гадости а мы потом подпишем анатолий дуардович может быть и он сам я поразился я посмотрел и предыдущее видео которые на котором содержится его выступление после вашей лекции мите меня поразило как человек скажем так увенчанной такими регалиями званиями галита ничего он профессор транспортной отрасли путает экскаватор и эскалатор он говорит экскаватор то есть вполне возможно что он это написал про железнодорожников еще есть одна кличка таскать я тоже и использую у них понимаете у всех шпала в голове вот так и причем она знаете торчит двумя стороны когда он идет он цепляется это и наверно больно получается потому что даже министр транспорта белоруссии тоже назвал меня преступником в экотехнопарке сидя в нашем гостевом доме а бывший да сейчас уже мэром стал благополучно минска и он глядя в стену а не в окно потому что там ездит юнибус а здесь юнибай по разным путем и структурам он глядя в стену говорит здесь нет инноваций а юнис говорит преступник при этом говорит в вице-премьере правительства белоруссии и одна один из одна из причин почему-то сказал что он и дорог нет шпал но профессор тоже вас обвиняет в том что нет никаких инноваций например ферменной структуре потому что он говорит по всему миру существует и даже в москве ездит тогда надо понимать что такое инновация это опять же говорит когда понимаете вот этот дебилизм он же появляется во многих сферах и люди часто путают особенно с низким уровнем а кью открытие и изобретение открытие это новое явление которое было неизвестно ранее и а в советском союзе даже это две страны были в советское время которые выдавали дипломы открытия это ссср и болгария допустим думали что на луне нет вулканов акация там есть вулканы потому что дымок пошел открытие это же никто не знал или открыли допустим радиоволны там уже неважно попов или кто-то да да ну сейчас спорят открыл это открытие потому что они были но их и существа не знали и потом уже на основе этих открытий делается изобретение такой телевизор думал не попов и радио том как у нас есть придумал не попов и если дальше продолжаем потом электроника поездали компьютер и все прочее а началось оттуда во все поэтому открытие это то что неизвестно а изобретение основано на известных элементах в изобретении используется то что известно и телега от самолет отличается только тем что там болты и гайки образно говоря другие а не чем-то еще понимаете все элементы в самолете допустим добрать и врать были известны что они были известны винты были крылья вон птицы летали конечно были известны болты и гайки растяжки двигатель что там еще да колеса все это было известно но самолет который полетел братья райт собрали поэтому я не скрываю что струны не были известны вообще на то наверное самое первое изобретение скорее всего создателя который создал мир вселенную потому что по одной из теории там основой является не элементарной частицы не кварки а струны есть теория струн и скорее всего так и есть пока их никто не видел эти струны да потому что струны имеют уникальные характеристики паутина это те же струны висящие вантровые мосты те же струны более того одно из открытий сделано кстати в советском союзе открыли что наши трубчатые кости почему такие прочные вот кость там небольшого диаметра выдержит там тонну полторы две оказалось что они преднапряженные одно волокно в кости растянуто другое сжато и вот сочетание этих волокон преднапряженных делают кость такой прочный поэтому это все было известно и ферма это один из вариантов струнных систем это один из вариантов но что не было в транспортных эстакадах надо говорить об эстакаде все эстакады делают разрезными а преднапряженное делается это делается преднапряжение каким образом в основном обжимая бетон то есть балка струны обжимают арматуру бетон и получается нулевое усилие в балке потому что растяжение равно сжатие это закон Ньютона поэтому это не преднапряженная конструкция как эстакада я чтобы убрать температурные швы и повысить жесткость путевой структуры натяну струны на анкинные опоры анкинные опоры стоят на земной коре поэтому натяжение оно приходит в земную кору а не на конструкцию и поэтому конструкция не обжата и даже бетон мы заполняем рельсы бетоном они работают по-другому чем обычных конструкциях они не напряжены от усилий натяжения струн они выполняют функцию чтобы увеличить вот таких конструкций ну не было и у нас есть гибкий рельс у нас есть полужесткий рельс у нас есть ферменная конструкция так вот одна из основных характеристик струны дорога почему-то вот если взять дебила он как воспринимает информацию струнный транспорт он слышит только одно слово струны струна и видит сразу балалайку или гитару то что у него в голове другого элемента нет и он начинает на него бренчать говорит посмотрите она же вот такая гибкая она же вообще так струны это образ не более того как небоскреб а ну-ка найдите у него руки которые небо скребет если скажут а что-то у него руки такие слабые у небоскреба наверное он упадет уже не будет или пароход у него ноги что ли есть почему так реагирует струнный транспорт это не струна струна один из элементов но он один из главных элементов струна находится в рельсе поэтому это не канатная дорога где у каната нет изгибной жесткости а здесь балочка рельс он имеет изгибную жесткость там находится струна и там же связующие которые связывают струну с рельсом и нет температурных швов это непрерывная конструкция и все это стоит на опорах так надо именно эту конструкцию рассматривать а не рисовать голове свою конструкцию типа балалайки и на ней пытаться по ней ехать это неправильный подход там профессор показал подсчеты там компьютерную модель и прокомментировал так значит вагончик как он сказал весом 5 тонн движущийся по двум струнам с натяжением по 300 тонн каждая на скорости 170 километров в час и динамический эффект при компьютерном анализе таков по утверждению профессора на четвертом 40 метровом пролете этот вагончик находится свободном полете еще делается вывод такая скорость таким весом никогда не может быть достигнута ибо будет ускорение 9g в передней части и того вывод делает наш оппонент что слишком мягко на пролетах слишком жестко на опорах а противовыгиб это чисто ваша фантазия так ну тогда чуть позже и тогда еще кое-что произнесю чтобы нормальные люди это поняли потому что таким как за львов бесполезно это объяснять я для других это объясню понятно что не для него мы снимаем это видео понятно нет не для него безусловно он не достойно этого внимания но чтобы потом если я заводу сказать я отмечу что он уже нанес такой ущерб ну по крайней мере 10 миллионов долларов вот не пришли я хотел спросить кстати последствия того отчета 2006 года я сказал я потерял инвестиции 5 миллионов долларов потерял грант и потерял проект и нас отбросили на несколько лет назад на несколько лет вот эти дебилы поэтому за это они ответят потому что сейчас готовится иск суд и пусть они возместят материальный ущерб это еще раз повторяю интеллектуальный терроризм это опасно на самом деле и эти люди опасны в том первую очередь для прогресса для развития так вот давно сделано вот это наушно-осевская работа которая была и когда они писали свое псевдозаключение тот зелев это сколько 12 лет назад 12 лет назад и он не может успокоиться никак что ему надо что он снова вышел с этим роликом мало того что тогда его высмеяли и так далее я показал кто он такой да так он хочет еще раз и хочет получить иск в суд хорошо получит так вот еще до того как они написали была сделана наша сельская работа и они могли с ней ознакомиться где показано движение транспортного средства по неровной поверхности не надо думать что я тоже дебил я инженер и грамотный инженер очень грамотный живет и поэтому естественно понимаю что система достаточно гибкая как любая другая система мы вот сидим в креслах а здание шатается вы знаете луна проходит и на этой земной коры на полметра поднимается дышит нет ничего абсолютно жесткого и мосты колеблются и дышат и небоскробы шатается нет ничего абсолютно жесткого нет поэтому есть понятие не вот если это для транспорта неровности пути и как они влияют на движение и вот синусоида где естественно на вершине стоит опора а здесь провис да и можем задавать разные характеристики пути длину пролета неровность скорость так и где они видели транспортное средство без подвески и без колес знаете где впервые видео у зелёва некая конструкция в виде стержней без колес без ничего без подвески движется по какой-то железяки в виде струны а вы представьте снимите колеса с автомобиля подвеску естественно и привяжите к чему и со скоростью 70 км в час провизион протяните по асфальту я что с ним будет с этим автомобилем к разве можно так анализировать оказывается можно нет это так дебилы делать нормально ли так не делать для меня интеллектуальные дебилы они же у них же есть интеллект естественно раз профессор доктор но интеллекта есть но он дебильной направленности так вот и опять же не мы а железнодорожники поэтому вывели это они должны знать вот здесь формула плавные сходы есть такая характеристика что пассажир должен двигаться комфортно в транспортном средстве поэтому вывели формулу не я железнодорожники давно давно W это плавного схода равно 2 и 7 это коэффициент на k коэффициент корень десятой степени из амплитуды а в кубе умножена на частоту f пятой степени вот формула это не я ее придумал если мы поставим сюда характеристики амплитуду и частоту да и поставим эти коэффициенты то можем определить какая же будет план исход и опять же не я а транспортники в том числе и железнодорожники разработали требования к плану исхода очень хорошие значит план исхода это W двойка хороший до двух с половиной достаточный для подсветок вагонов тройка предельный для подсветок вагонов 3.25 так вот уже дорожников еще больше потому что идешь по вагону и держишь чтобы не упасть и стакан чая стоит и добежит там а то вы можете свалиться со столика да и они считают что у них очень хороший план исхода у них все ровно идеально но бутылки с водой падают не это только в струна окажется вот так болтается все да так у нас план исхода же то что мы сделали гораздо выше чем у них то что у них 200 лет уже существует это да и предельный для человека с физиологической точки зрения уже это просто опасность здоровья четыре с половиной то есть он быстро видите диапазон очень узкий для плавного исхода так вот было проанализировано видите вот таблицы графики как посчитать плавного исхода применитый струнной системе вот и и постольные графики от длины пролета сейчас мы посмотрим минимально какая у нас была от длины пролета одна десятая метра это 10 сантиметров для чего для того чтобы понять влияние микронеровности вот на таком да ну как пролет там тоже волна может быть до одного километра и вот когда мы строили графики уже даже на этой стадии очень четко видно как влияет подвеска на план исхода как влияет неровности и амплитуда и частота колебаний их влияние да и более того даже не просто подвеска и демпфер влияет потому что подвеска должна колебания затухать поэтому везде стоит еще и демпфер и он тоже должен быть введен в расчетную схему и у нас естественно введен когда мы проектировали то это естественно все учитывалось и я сейчас могу сказать какие требования допустим для пролета он там 40 метров по-моему брал да у него было 40 метров какие требования должны быть и мы это требование соблюли но не просто взяли струну натянули а взяли рельс нужной жесткости там с нужным бетоном с нужным натяжением с нужным седлом в данном случае седлом функцию седла выполняет жестко с рельса даже в канатной дороге есть седло никто не канат не перебрался через опору без седла иначе ты просто не проедешь нормально да так вот для пролета 40 метров вот графики на первом когда W 2.5 это 2.75 и 3 вот я возьму требования железнодорожные там тройка у них даже хуже чем тройка вот графики я могу сказать например при скорости 25 метров в секунду 90 км в час или он сколько там брал 50 он брал он там брал не 50 метров это 180 км в час он брал 170 км в час да я могу сказать не гадать не надо зачем гадать я могу сказать какие требования и проектировщик должен эти требования соблюсти а не что-то проектировать не понимая а потом говорит ну давайте попробуем тут поедет нормально так никто не проектирует это наверное умеете так проектировать мы не по другому работаем так я скажу характеристики так вот если бы допустим там при скорости так это третья линия серая 50 метров в секунду значит допустимой неровности 6,7,8 мм на прилете 40 метров и оптимально жесткая подвеска либо очень мягкая либо статический ход 10 мм это жесткая подвеска и у нас стоит в юнибусах жесткая подвеска при малых скоростях либо подвеска с ходом метр но это сложно сделать подвески метр поэтому даже вот это очень сильно влияет у меня в связи с его я еще хочу добавить и это было описано там где-то монография была было описано в моей монографии которое я написал еще практически 35-40 лет назад а потом она была опубликована в 1995 году то есть это была известная работа в том числе она должна быть известна МИИТу что же они не поинтересовались вот показана расчетная схема здесь не канат здесь рельс имеющий жесткость здесь заполнитель струна в виде полосы в данном случае да и это все вот расчетная схема вот она расчетная схема вот есть транспортное средство есть два колеса есть подвеска есть демпфер так есть сейчас напролет и есть опоры и поскольку здесь балочка то она имеет изгибную жесткость и здесь есть раздел монографии исследование влияния жесткости рельса на плавность хода вот раздел колебания струна трансфермы с упругим корпусом который имеет жесткость здесь показано какая жесткость должна быть чтобы было комфортное движение так вот с учетом этого мы и проектируем а то что нарисовал Дзилёва это его больное воображение создало некую расчетную схему которая привела к таким результатам так вот как у нас что мы проектируем вот рельс если была бы абсолютно жесткая конструкция он был естественно идеально бы ровным вот опора вот опора и как у нас идет струна это полужесткая рельса которую они анализировали струна не идет там ровно она идет вот так и здесь вот у нее есть седло вот здесь седло крепление внутри это внутри это не видно а потом другие как же она может держать там же бетон мы ее фиксируем механик механик и это так у нас и сделано это струна зафиксирована а потом еще заполнена бетоном так вот так вот функцию седла выполняет рельс при этом для того чтобы сэкономить чем сильнее натянешь чем жестче будет путевая структура ну зачем лишние усилия поэтому это тоже у меня есть патентное это изобретение да я делал в данном случае противовыгиб за счет того что у нас струна с прогибом я могу сильнее натянуть и поднять в середину у нас вот как идет рельс вот так идет рельс вот и когда транспортное средство едет опять же с карлосами с подвес как положено а не санки как у Зелёва то транспортное средство задавливает пролет и можно так добиться что он будет ехать и по идеально ровному пути и это полужесткий рельс а у нас еще гибкий рельс где седло но только слепой может мне его не заметить у нас такая трасса построена и когда приезжали специалисты СМИД они удивились ой так у вас да конечно вы же седло сделали я говорю что седло мог делать я никогда такого не говорил то есть они сами нарисовали схему и критикуют свое же недомыслие свои глупости свою недалекость неумение проектировать они же критикуют себя не меня не скайвей на самом деле это подмена понятий идет не надо тут эти расчеты делать зачем какие-то санки какие-то это какие-то компьютеры программы вспомните физику восьмого класса чему ускорение равно а равно в квадрат на р вот р так естественно мы делаем радиус нужной величины но чтобы не делать большой длинный седло то мы делаем радиус меньше и естественно снижаем скорость я никогда не говорю что через эту опору можно ехать со скоростью 150 км в час никогда я говорю середина пролета да я могу разогнаться а пролет может быть и два километра а здесь мы проходим комфортно исходя с того какой радиус поэтому в этих технопарке мы не можем ехать со скоростью через опору вот на провисающей более 50 км в час хотя здесь можно ехать и больше со скоростью потому что мы получили скорость это снято есть у нас в архиве 102 км в час так это было в середине а опору он прошел со скоростью 90 км в час но поскольку у нас идет путь вниз и надо тормозить вниз а этот участок короткий то это очень опасно это аварийная ситуация поэтому мы не можем разогнать большую скорость получить большую скорость потому что просто не получится ну в силу этих причин так и если дальше пойти так что они делают вот я поскольку дебилу это трудно понять да поэтому я всегда нахожу аналогии которые понятны даже дебилу что так делать нельзя что так делать нельзя нельзя да и одну из этих технологий сейчас я расскажу чтобы было понятно что это такое вот представьте я там один из братьев Райт и я придумал самолет а так называемые эксперты интеллектуальные дебилы так говорят слушай а зачем тут какие-то крылья не надо крыльев зачем тут как здесь зачем тут седло да не надо седло зачем здесь крылья то а там говорит а зачем здесь шасси так же как ездить зачем здесь колеса и подвеска давайте выкнем шасси зачем здесь ародинамика это зачем это самое давай это самое уберем это какие-то аптеки И что мы получаем? Кирпич. И вот, это так называемые ученые, исследователи, начинают изучать полет самолета, бросая кирпич. Говорят, что там плохо летает? Как-то быстро падает. Очень образно, теперь понятно. И получается, что авиация-то невозможная. Предмет тяжелее воздуха летать не может. И можно авиацию закрывать. Вот чего они добиваются. Закрыть на это направление. А зачем? А зачем? Потому что конкуренты. Прямые конкуренты. И у них шпала в голове. И она, наверное, отнимает, наверное, часть мозга. Там места для творчества, для каких-то других вещей, наверное, мало остается. Тут шпалы занимают. Вот эти вот знания двухсотлетние, да, что только со шпалами, только вот с такими рельсами международными, только с колесными парами, где конус, так далее, на колесе. Только так можно ездить по рельсам. Кстати, значит, шпал рельсов железнодорожных. Там у меня следующий был вопрос. Если можно, тогда, если тут все, давайте тогда присядем. Понятно, да? Да, абсолютно. Очень образно, я все понял. Значит, вопрос такой возник. Значит, если можно, прокомментируйте. Профессор сделал визуальную иллюстрацию. Нагрузки в 200 тонн. Помните, наверное, да? Да, это огромный этот аппарат. И то, что случилось... Нет, нет, это натяжение. Нет, нагрузка у него была меньше. Но... Но он сказал максимум, что он может произвести, это 2 тонн. Он говорил про 300 тонн. То, что у нас в рельсах, он смоделировал 300 тонн. Нет, нет, натяжение или нагрузка? Натяжение. Но он просто говорил, посмотрите, что это значит, нагрузка в 200 тонн. И показал вот эти сломанные все эти структуры. У нас натяжение, вот, с учетом температуры, ферменной конструкции, тоже напряженно, да, 1000 тонн. И она легче и дешевле традиционных эстакад примерно в 20 раз. Поэтому, опять же, это их больное воображение, что... Да вы же представьте, это же ужас. Да что это такого? Это же арматур для того, чтобы ее натягивать. Я вот... Вон перекрытие, там плита. И там натянутая арматура, она натянута до нескольких сот тонн. И что из этого? И что из этого? А в мосту преднапряжение всех, всей арматуры, если взять, это тысячи, даже десятки тысяч тонн. И что из этого? У нас меньше. В этом нет еще плохого. Потому что струна имеет одну особенность. Там растяжение, она не может потерять устойчивость. Поэтому мы можем это максимум получить от материалов на пределе, да? А когда изгиб или, допустим, все же сжат, то он может потерять устойчивость. Он будет прочным, но уже он устойчивость потеряет, а струна устойчивость не потеряет. Поэтому мы проектируем так, путевой структурой, что независимо от нагрузок внешних, ветер, там, дождь, перегруз и так далее, температуры нет сжатого. То есть в целом путь не растянут всегда. И поэтому никогда не потеряет устойчивость и может иметь любую длину, любую пролета. Анатолий Дарвич, вот вы говорите о струне, которая обеспечивает нагрузку в тысячу тонн. А вот профессор утверждает, что не верит, будто струну необходимой жесткости можно изготовить в наши дни. Но даже, потом он говорит, что если бы даже было возможно, то такой был бы результат, как он показал, типа свободный полет. А можете ли прокомментировать возможность изготовления такой струны? И откуда он сделал на основании чего такие умозаключения? Ну, значит, пример струны, где натяжение превышает 100 тысяч тонн, это висячий мост, построенный в Японии. Это максимальный сегодняшний день пролет, около двух километров, 1900, там, где-то 90 с лишним метров. Где струна, это канат, несущий, имеет диаметр, ну, где-то около полутора метров. Набранный из сотен тысяч проволок. У нас струна наборная, из проволок. Причем проволоки высокопрочные и недорогие, потому что они получаются по-другому, чем арматура. Арматура – это прокат. А прокат не может укрепить сталь, и фактически она имеет ту же прочность, да, которая вот обычная сталь. Ну, допустим, три тысячи килограмма квадрата сантиметра, там, пять тысяч килограмма квадрата сантиметра. Но если эту взять, арматурину, пропускать через фильеру алмазную, как получают проволоку, раз пропустил, потом через меньшего размера, потом еще, она диаметр уменьшается, происходит наклеп. Так у нас струна-то с обычной стали, по большому счету, сталь 80, где-то так, в среднем. Которая имеет небольшую прочность, но после того, как она протягивается через фильеру, она упрощняется и достигает прочности 20 тысяч килограммов квадрата сантиметра. Так вот наши струны, я могу показать, я показываю до этого, какие у нас струны, в частности, арматурный канат русскому промышленностю К-7, это семь проволок, есть тройка, есть четверка, есть пятерка проволочки, да. Там прочность вот такого диаметра струна, канат, прочности на разрыв 32 тонны. Если мы возьмем 30 таких канатов, они маленькие, это вот палец, 30 канатов, это вот такой объем она поместить, вот, 30 канатов, да. Пожалуйста, 1000 тонн, что здесь такого? Причем она стоит, как обычная арматура. Она прочнее на порядок обычной арматуры, а стоит прям практически столько, столько же. То есть профессор не в теме или он просто обманывает своих зрителей? Я еще раз говорю, вот, может, кого-то коробит, когда я говорю дебил, ну, я знаком с этими людьми уже, с ним конкретно, 12 лет, я могу говорить. Он беспорядок, ну, представьте, я не знаю, написал интернат для умственного остальных детей. Придите туда и попытайтесь объяснить им, вы даже таблицу умножения объяснить не сможете, не говоря уже более сложных вещей. А то, что он профессор или доктор наук, это ни о чем не говорит. Вот он получил, я не знаю даже, какая у него докторская, но я предполагаю, типа, особность забивания костыля в шпалу из дуба кувалдой весом более 10 килограмм. Женщиной в возрасте до 30 лет. Я думаю, докторская вот такого типа. Понимаете, они настолько узкие у них, да? И вдруг он начинает говорить о том, чего он не понимает вообще. Потому что он доктор. Так и занимайся своим делом, своим. Не лезь туда, где ты ничего не смыслишь. Меня еще удивило, как человек показывает анкерную опору, построенную в озерах, то есть первого поколения струнного транспорта. И на основе этой конструкции делает вывод, что это монструозная и очень дорогая, опять же по оценке автора видео, анкерная опора, которую в городе никто, снова по его оценке, никогда ставить не будет. Ну, это, во-первых, не городская опора, она стоит в поле. Но это то, что он говорит? Нет, так это, ну, ради бога, это не городская. Городская-то, она будет совмещена со станцией, анкерная опора. Потому что там лучше всего останавливаться, и поэтому это будет станция, которая имеет вес, соответствующий, и не надо ее даже усиливать. Поэтому мы совмещаем, я это говорю, и это им было известно. Они же тоже это анализируют, так? Так вот, надо, допустим, этот профессор съездит, допустим, тоже в Дубай и посмотрит, какие там обычные стоят опоры. Так они по цене будут, как наши. Но там, правда, железнодорожная опора. Там же, или даже лучше я другой пример приведу. Железнодорожники, правда, японские, они же хорошие проектировщики, мы же это знаем, да? Спроектировали скоростную дорогу для Тайвана. И значительная часть дороги, она проходит, ну, пути, проходит в эстакаде. И вот я просто назову, что они спроектировали и построили. Ну, в их старой железнодорожной логике. Что такое эстакады, вот это, да? Пролет 35 метров. У нас 40-50 метров, да, в агротехнопарке. На опоре лежат две балки, коробчатые, высотой порядка 3 метров. Весом по 800 тонн каждая, это 1600 тонн. На пролете 35 метров. Потом лежит плита, это железобетонная, шириной, по-моему, 11 метров. Весом примерно 1000 тонн. На пролете 35 метров. И нагрузка на опоры такого, такая большая, что под каждой опорой, под каждой опорой, 4 буронабивные сваи, диаметром 2 метра, и длиной до 60 метров. Так вот, одной сваи, не четырех сваи, а одной сваи, одной промежуточной опоры, вот эти железроги, достаточно построить нашу онкорную опору. Так что дороже? Скайвей и то, что они строят. Поэтому наши эстакады, начинается цена от миллиона долларов за километр, у них от 100 миллионов долларов за километр начинается. Может и 200 стоить, и больше. И тот мост, что я сказал, это же автомобильный мост, он обошелся, насколько я помню, причем это было давно, лет 20 назад, 10 миллиардов долларов, 3 километра. Вот представьте. Мы прошли бы совсем по-другому, и в сотни раз дешевле было. То, что мы троим эстакады в другой логике, обеспечивая и плавность хода, и безопасность, и комфортность, и понимая, что надо строить дешево, недорого. Для того, чтобы проезд был дешевым, и чтобы транспорт был доступным. Вот сейчас понастроят там железо-дорог скоростных, и в России там все пытаются уже 20 лет, то одну дорогу скоростную, то другую, то третью уже там. Москва-Казань, там тоже непонятно, построить, не построить, до этого Москва-Санкт-Петербург строили, да? Где себестоимость проезда будет долларов 200, себестоимость. Потом мало того, что она будет безумно дорого. Километр там будет, ну, не менее, наверное, 50 миллионов долларов, хотя там в нацепе, не в эстакаде. Так, это безумно дорогая дорога. Но ее эксплуатация тоже будет безумно дорогой. И если даже по себестоимости продавать билеты, их никто не купит. Потому что нет, кто поедет за 200 долларов, 500 километров. Так? Поэтому они будут продавать ниже себестоимости, и это будет датировать государство. То есть безумно деньги потратить государство на строительство, а потом будет содержать 100 лет эту дорогу. За счет кого? За счет налогоплательщиков. За счет того же Зелева, который никак не может смириться с тем, что юнистки разрабатывают более эффективную, более экономичную, более экологичную, более комфортную дорогу. Можно сказать, наверное, что профессор Зелев – это такой авангард или олицетворение, или персонификация, точнее, тролля. Да. Но и он не понимает, что за это рано или поздно придется нести ответственность. И он понесет ответственность. Потому что он не скрывает, он думает, что он такой умный, что он все понимает, все знает, и может оскорблять, унижать, останавливать эту инновацию. Он говорит, что это открыто. Так, слава богу, его не надо долго искать, чтобы наказать за то, что он делает. А тролли, они же в паранже все. Надо личико-то, чтобы Гульчатая приоткрыла. Так. И в Белоруссии уже… Сняли с языка. Да, в Белоруссии уже… С первого декабря. С первого декабря. Что надо зарегистрироваться. Потому что, как ты можешь, вот, понимаете, ведь они что… Даже номер телефона оставить. Ну, вот, как грабят банк, наверное, надевают маску, так же, или там магазин, да, или террористы, они же скрывают лица. Так все эти тролли, они же скрывают лица, чтобы его не найти было. Поэтому чувствовать себя таким, знаете… Безнаказанным. Безнаказанным, да. И делать все, что угодно, как он считает, мешая другим работать, нанеся колоссальный ущерб. Поэтому, я бы, наверное, сказал так, что мы найдем всех этих троллей, которые наносят нам еще. И в рамках законодательства скрывают дотянется до них и задушат своих объятий. Замочат в сортире, как велел великий Путин. Да, не обязательно в сортире. А даже в Академии наук, неважно. Думаете, это спасает их? Больше ума им дает? Наоборот. Это сразу статус ВУЗа или Академии наук падает, когда такие работники там работают. Скажите, а вот в первом видео, которое я уже упоминал после вашей лекции, профессор Зылев на всю аудиторию открыто обвинил вас в введении в заблуждении вкладчиках. Вы будете как-то отвечать на это? Нет, так отвечу. Тут можно по-разному понимать. Есть там два понятия. Во-первых, как ИЖР обман, а потом как инвестор обмана. Ну, как бизнесмен. Нет, он говорил про это. И в своем ролике мы сейчас покажем, какую они расчетную схему показали, как это все колеблется, как его салазки там прыгают, санки. Я хотел бы его посадить вот туда, чтобы его прокатило, чтобы он в космос полетел. А мы приедем на своем транспорте и показываем, как на самом деле доедет Юнибус. Здесь показана динамика двух транспортных систем. Одна транспортная система, струнный транспорт это Зылева. И есть струнный транспорт Юницкого. Но здесь плохо видно, потому что Зылев даже не мог нормально снять ролик, затемнино. Поэтому есть еще другой, его же, да, его график. Давайте покажем, перейдем на другой. Здесь мы видим два струнных транспорта. Вверху струнный транспорт Зылева, внизу струнный транспорт Юницкого. Я сейчас расскажу, что между ними нет ничего общего. Ну, начнем с транспортного средства. Транспортное средство это некие салазки, санки, которые движутся и опираются на две точки. Вы знаете, даже 200 лет назад дирижанцы имели подвеску. Здесь никакой подвески нет. У цыган даже на их телеге, с нейматических шинах, имеют подвеску, потому что шина мягкая. Здесь жесткая конструкция опирается на некие две точки. У нас есть колеса, две оси. Каждое колесо, каждое колесо имеет подвеску, определенной жесткости, непризвольной жесткости. Здесь вообще подвески нет. И имеется демпфер, иначе колебания не будут гаситься. Потому должна быть еще и подвеска, демпфер у каждого колеса, имеющий определенную тоже жесткость, непризвольную. Движутся они с одинаковой скоростью. 170 км в час, 170 км в час. Эстакада, путевая структура. Там и там есть напряжение. Но я никогда не говорил, что струнная система, это струна, это канат. Струнная система, это комплекс. Здесь струнный рельс, здесь его нет. Здесь практически нет резервной жесткости. Это фактически канат, который точечно опирается на опоры. Даже у канатных дорог есть седла, здесь этого нет. Здесь есть седло, которым является рельс. Он имеет резервную жесткость. Там есть струны, есть бетон. И поэтому здесь не могут быть точки перегиба. Посмотрите, здесь точка перегиба. Конечно, там будет прыжок. Естественно. У нас большие радиусы кривизны, и проезд плавный через опору. Я никогда не говорю, что масса модуля должна быть произвольна. Если говорить, что оптимальное соотношение примерно 1 в 100. Нельзя по мосту, который спроектирован под Жигули, под легковой автомобиль, ехать на фуре. Она сломает пролетное строение, и фура упадет. Поэтому здесь 10 тонн. У нас 3 тонны. 1 в 100. 300 тонн натяжения, 3 тонны масса. И вот эти вроде мелочи, но это не мелочи. При проектировании в любой конструкции, в любой нет мелочей. Потому что грамотная конструкция не работает, а не грамотная конструкция не работает. И поэтому мы видим, какие здесь ускорения, и какие в струнном транспорте ускорения. При этом, чтобы было наглядно, мы увеличили шкалу здесь в струнном транспорте в несколько, в 10 раз. В 10 раз, иначе тут просто прямая линия. Так здесь ускорение 90 метров в секунду максимальное, 90 метров в секунду в квадрате. А в струнном транспорте универского 0,7. То есть Жилев, сознательно или неосознанно, это не имеет значения. Ухудшивая характеристики струнного транспорта в 129 раз. И это наносит серьезный ущерб проекту, мне, нашему имиджу. Потому что он, профессор, доктор наук, начинает говорить, что мы обманываем людей. Что мы не умеем считать. Что наши расчетчики безграмотные. Что у нас нет программ расчетных. Я могу отнести все это к Зилеву. Такое ощущение, что они считали на калькуляторе. У них, наверное, компьютерные. А программы, по которым мы считали, они, наверное, купили на блошином рынке. За там, я не знаю, 5 долларов. У нас лицензионная программа. Очень дорогая. Которая позволяет методам конечных элементов проектировать любые сложные системы. Любые. Эстакады, мосты, небоскребы, самолеты, космические корабли. Именно в этих программах мы считали. В них. На очень мощных компьютерах. И этот расчет полностью соответствует реалиям. Потому что мы эти дороги строим. И мы знаем, какие они реально характеристики имеют. Они имеют те же характеристики. Ошибка в пределах 1%. Ну, потому что материал нестабильный. Там, сталь, может быть, толще, тоньше, еще что-то. Модуль в упругости отличается от расчетных. Хотя, там, геометрия та же самая. Поэтому, отличие только вот в этих мелочах. Здесь же, посмотрите, в 129 раз. Мы к этому, я, инженер-юнистский, к этому не имеют никакого отношения. Это все больные фантазии, больного человека. Зилева. И неважно, он профессор. Неважно, он доктор наук. Наверное, цена его докторской, его профессуре равна нулю. Так нельзя поступать, как поступают они. Я зачитаю, какие характеристики имеют струнный транспорт Юницкого и какие характеристики имеют струнный транспорт Зилева. Пролет 40 метров там и там. Масса подвижного состава в СТЮ 3 тонны. У Зилева 10 тонн. В СТЮ 2 оси в подвижном составе. У Зилева оси отсутствуют. В СТЮ учитывается система подрисования подвижного состава. Там вообще нет системы подрисования подвижного состава. В СТЮ есть седло. Не только рельс, еще вот само седло, оно здесь вот нарисовано. Там есть, хоть и короткое, но оно есть. У него длина около, где-то 3 метров длина этого седла. Здесь нет, естественно, седла. Натяжение там и там по 300 тонн. Зверная жесткость корпуса рельса и струн, и бетона. То есть, ну, рельса, не корпус рельса, а рельса со струнами. В СТЮ 12 на 10 шестой нитон на метр. Здесь они у Зилева отсутствуют. У нас присутствует строительный подъем на пролете 40 метров в 80 миллиметров. Здесь присутствуют прогиб первоначальный и точка перегиба, а у нас седло. И поэтому максимальное вертикальное ускорение при проезде путевой структуры, особенно при проезде опор, у Зилева 90,2 метров в секунду в квадрате, в СТЮ 0,7 метров в секунду в квадрате. Таким образом, Зилев ухудшил, неважно, сознательно, несознательно, характеристики СТЮ 129 раз, причем это сделал публичным, при этом он нас оскорбил и поэтому должен ответить за это в суде. Вот я специально взял фрагмент струнного рельса, ну путевой структуры, тяжелый, это жесткая, прочная конструкция. И видно, что то, что мы делаем, не имеет никакого отношения к тому, что нарисовал Зилев. Они взяли вымощенную картинку, вымощенную конструкцию и сделали абсолютно не точные расчеты. Я уверяю, что это струнный транспорт Юницкий. Нет, вот струнный транспорт Юницкий. А по поводу, что обманываем старушек и так далее, так этот, опять же, антитуальный дебилизм позволяет людям посмотреть, что краудинвестинг признан во всем мире. И на более прогрессивных странах, потому что это наиболее эффективный способ инвестирования. Когда ты не даешь в какую-то пирамиду деньги, а ты отдаешь деньги в технологию, фактически в компанию и получаешь долю этой компании. Ты совладелец, какая же это пирамида. Ты совладелец этой компании и это все честно и прозрачно. И поэтому все наши инвесторы, в том числе и старушки, они совладелец, они мы партнеры. Но почему там, это известный пример, там с Стивом Джобсом и с Эпплом, когда там три студента или молодых человека решили создать Эпп, то мы знаем Стива Джобса, возникает, они остались. А вот третий, я тоже не помню фамилии, но не важно. Был у них еще третий компаньон, такой же молодой. Наверное, Илон Маск. Нет, не Илон Маск, это другая история. Это другая история. Ну, говорю, это не важно на самом деле его фамилия, но он не то, что вот как, допустим, Зелев, он более мягко не поверил. Я не верю вообще, кому эти нужны компьютеры. А, и продал акции. А? И продал акции за копейки. Нет, да, нет. Я не верю. Во-первых, они никому не нужны. Во-вторых, там поступил заказ на 20 компьютеров, он говорит, где мы возьмем 20 тысяч долларов? Ну что? Где мы возьмем детали, чтобы сделать эти компьютеры? По этому все-все, я это глупость, чушь, это бред какой-то, я все, продаю свою долю, купите. Продал за 800 долларов, купил подержанный автомобиль. Это было, наверное, ну, лет 30 назад или сколько там. Такой сейчас его доля стоит порядка 100 миллиардов долларов сегодня. Поэтому... Выгодно приобрел автомобиль, товарищ. Уважаемый профессор, доктор Чиснов Зылев, не верите, не приходите. Но не мешайте другим, кладут туда, куда они считают нужным. И не мы их обманываем, это вы их обманываете. Вы очерняете технологию, вы очерняете ее низкого. Хотите повесить ярлык? Нет, не получится. Так вот, у МИИ-то был ярлык. Интернат для остальных детей. А у Зылева будет ярлык. На всю же старшую жизнь. Интеллектуальный дебил. Очевидно, действует по тому принципу, который как-то озвучил Райкин. Есть люди, которым очень плохо, когда другому хорошо. Мне так кажется. Да, но... Понимаете, ведь можно... Вот почему я так остро эригернуют? Вот такие же люди, как Зылев. Тридцатые годы. Мои предки, там, дедушка, бабушка, там, их сестры, там, братья, дети. Работали в какой-то глухой деревне, в Крушнике, это, жили в деревне, да, под Мозырем. И вот такие люди, как Зылева, это соседи, на самом деле. Смотрят, у них две коровы, а у него нет одной. Они работают, а он ни черта не делает и так далее. Написали в НКВД о том, что это русские шпионы, это польские шпионы. Поэтому я внук польских шпионов. А там получилось так, что граница с Польшей так гуляла, и часть юницких оказалась в Польше. Вообще, я выходил, но мои предки из Польши пришли в Беларусь, да. Юницкая, это польская фамилия. Часть юницких оказались в Польше, а часть в Беларуси. И вот этого доноса, то, что Зылев делает, это донос, на самом деле. Причем они сначала скрытно сделали, а сейчас он просто защищает свою честь, да, якобы. Достаточно было, чтобы пришли и всех расстреляли, всех юницких, больше 20 человек. Раз это безобидно. Я появился на свет только потому, что у моего отца, ему было 7 лет тогда, не тронули, а могли его расстрелять. Как же это, это не безобидно. И нам там землю не дали и так далее, там тоже говорю, да, почему, да. Потому что еще одного такого же дебил институального, только это Сивак, бывший министр транспорта, написал пару доносов на SkyWay и на Юницкого президенту Республики Беларусь. Жулики, мошенники, ничего нет, никаких инноваций. И главное там это еще было, да, показательно, когда… И даже шпал не было. Был еще ректор Белгута. Это младший брат Минита. Это тоже бывший ежедорожный вуз, который стал сейчас Белгутом. Беларусьского государственного университета транспорта. Ты биишь, ты бывший, наверное. Бывший биишь, да. Ну, так это же дорожники, да. Сам математик, который, наверное, в транспорте плохо понимает, по бумажке зачитывал письмо министра транспорта президенту. По бумажке. Мы Юницкого знаем давно. Он работал напротив нас еще 30 лет назад. Я в институте полимеров работал, напротив биишь, там 100 метров. У него тогда ничего не было, и сейчас у него ничего нет. Он тогда ходил с тетрадью, клеточку, где записывал свои мысли и сейчас. Да, я пишу в тетрадью, клеточку, карандашом. Это развивает мониторинг пальцев, это помогает, вот, творчеству. Чего компьютер, компьютер убивает это вот. А вот это нет. Поэтому, да, я люблю все свои идеи, идеи карандашом зарисовывать. Потому что я, а, линию не так стер, но другую провел. Я включаю воображение и вижу эту конструкцию, вижу эту технологию. Так над этим издеваются и смеются. Что в этом плохом? Анатолий Эдуардович, ну вы достаточно нелицеприятно отзываетесь об известных, в общем-то уважаемых людях. Вы не боитесь это делать? А почему не боятся меня называть жуликом, мошенником, преступником? Что я строю пирамиды, что я Дмиланов и старушек. Причем придумал, Залев придумал новые пирамиды, что вы строите, финансово-технические и финансово-политические. Почему они этого не боятся? То есть им можно оскорблять, не имея на то оснований. Потому что они все, я же объяснил, что они придумали все это. Это их больное воображение нарисовало картину неверную. И они ее критикуют, свои мозги же, понимаете, недалекие. Я это обосновал, так? И поэтому я не боюсь. Да, я могу сказать, что они, да, интеллектуальные дебилы. Есть у них интеллект, но он маленький, узкий. Они очень зашоренные люди. И пусть подают на меня в суд, я очень хочу этого. И пусть в суде докажут, что они не дебилы. А я буду доказывать, что дебилы. И наш самый гуманный в мире суд это определить, кто знает прав, кто не прав. Так что жду встречи в суде. Анатолий Эдуардович, имеющий уши да услышит. Я благодарю вас за исчерпывающие ответы на все мои вопросы. Я думаю, что и всем нашим зрителям все стало предельно ясно. Благодарю вас за интервью. Я надеюсь за это и спасибо вам за данный вопрос. Строй SkyWay! Спасай планету! 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 Продолжение следует...